К другим новостям. Какую роль должны играть родители в создании современных условий образования? Этот вопрос обсудили участники городского родительского собрания. Подробности далее в сюжете. Городское родительское собрание в Копейске проходит традиционно, и каждый раз на нем присутствуют представители родительских комитетов. Сегодня на повестке дня готовность образовательных учреждений. Приемка в этом году прошла несколько в необычном формате. К экспертизе были привлечены сами родители. Однако на собрании обсуждали не только контроль родителей за качеством образования. Большое внимание сейчас уделяется гражданскому заказу. Гражданское общество. Чего вы хотите? Какими вы представляете современные результаты образования? Качество образования можно просределить через результаты. Вот какие они должны быть? Вот эти представления о результатах образования сформировались-то у родителей, которые закончили школу, ну это 15-20 лет назад. Правильно? А 15-20 лет назад совсем другой еще был мир. Еще не было интернета, еще были другие условия. И соответственно сегодня формировать образовательные программы, школьную политику на основании представлений родителей уже нельзя. Это уже вчерашний день. Уже нужны другие представления, новые. И отсюда возникает необходимость формирования гражданского заказа. Не обывательские, потребительские требования, а дайте государству, вы нам все должны. А ответственная позиция родителя как гражданина, что мы вместе с профессиональным сообществом будем взаимодействовать, мы договоримся о том, каким мы хотим видеть нашего выпускника, то есть современные результаты образования, то есть современное качество образования. И таким образом вместе ответственно будем к этим результатам двигаться. Немножко статистики. Вот нынешние первоклассники, когда приходят в первый класс, у них больше знаний, чем у их родителей по таким темам. Они в 9 раз больше знают о технике, чем их родители, когда пришли в первый класс. Они в 6 раз больше знают о сексе. И они в 3 раза больше знают о бизнесе, чем их родители. Это происходит само собой, потому что они живут в информационно насыщенной среде. Потому что эта информация просто к ним закладывается. Они даже никаких усилий не предпринимают, чтобы где-то взять ее специально. С учетом того, что новые технологии достаточно быстро меняются, программа развития образования предлагает модернизировать школу с учетом технических возможностей с сегодняшнего дня. В Копейске уже внедряется обучение с помощью электронных учебников. Запущено две системы умной школы. А с 1 января 2013 года весь Копейск переходит на электронные дневники и автоматизированную систему «Сетевой город». Сетевая школа или нет-школа – это комплексная система, в которой и директор, и завуч, и учителя, и ученики, и родители работают в едином информационном пространстве, то есть становятся полноправными участниками работы данной системы. Это реальный механизм участия родителей и в учебно-воспитательном процессе, потому что, не отвлекая родителей приглашением в образовательное учреждение, к классному руководителю, к учителю-предметнику, ну, иногда даже к директору или завучу, мы можем оперативно получать ту информацию, которая касается нашего конкретного ребенка, либо информацию о общей жизни класса, об общей жизни школы. Пора уже везде полный контроль вот этот сделать. Так, если сейчас, на данный момент, я ребенка спрашиваю, ну, что, уже нормализовалось, например, тоже расписание. Он, нет, нет, все до сих пор меняется. Вот так я в любое время могу зайти, посмотреть. У меня двое детей. Одна ходит в детский сад номер 21, другая в школу. Как бы пришла вот послушать, о чем будут говорить родительское собрание. Как бы должны родители посещать такие мероприятия, чтобы знать. Вот сегодня говорилось много о интернете, что родители, я согласна, должны успевать и быть для своих детей. И за ними успевать вот так вот. На собрании родители познакомили не только с новыми технологиями и направлениями в работе. Были озвучены и цифры, сколько потрачено было на модернизацию образования в этом году и сколько ушло средств на ремонт образовательных учреждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова